Доброе утро, коллеги! Вы, как обычно, меня опередили, поэтому, чтобы подавить итоги, мы будем как раз сегодня в нашей студии, в проекте «Утро нового дня» первый заместитель главы администрации Евпатории, Кирилл Александрович Павренюк. Кирилл Александрович, здравствуйте! Здравствуйте, Настя! Расскажите, какие самые крупные проекты были реализованы в Евпатории в 2019 году? У нас было очень много проектов, и, конечно, много еще находится в стадии разработки, в стадии завершения. Много было и неудач, конечно, нужно откровенно это признать, но много и удач. Действительно, у нас есть новый детский сад, новая школа в восьмом микрорайоне, которые уже открывают двери для деток, и очень много детей смогут туда пойти уже с сентября месяца в школу. И строится дворец спорта у нас, который закончится в следующем году, и очень много секций, которые сейчас занимаются где-то в подвалах, смогут перейти туда, поэтому у нас очень много достижений. Мы сделали очень много дворовых территорий, из 207 дворов мы сделали практически половину, и это то, чем можно гордиться, потому что люди, выходя во двор, могут насладиться обществом друг друга, насладиться какими-то приятными моментами в виде малых архитектурных форм, лавочек или просто удобной парковки. Поэтому есть чем гордиться. Конечно, еще нужно очень много сделать, нужно сделать дороги, инфраструктуру, нужно побеспокоиться о местах массового отдыха горожан, это и скверы, и парки, которых мы сделаем немало в следующем году, но и достаточно много сделано уже в этом. Мы открываем и сквер Кирова, и скоро откроется сквер Чернобыльцев, поэтому я думаю, что задачи на этот год в основном выполнены. Наверное, один из самых главных событий в этом году, то, что мы стали на шажочек ближе к получению звания Всероссийской детской здравницы, к нам приезжал недавно министр здравоохранения России. Расскажите, что запланировано в этом направлении, какие работы в следующем году? Это очень серьезное направление, мы все с трепетом ожидаем этих моментов, когда уже мы начнем входить в решающую фазу строительства, будем так говорить, этого инфраструктурного кластера, Всероссийская детская здравница, которая будет базироваться на 8 санаториях в Крыму, это 6 санаториев Евпатории, которые в настоящее время готовят документы для центра, будем говорить, для федерального центра, для того, чтобы показать, какие у нас есть мощности на сегодняшний день, что нужно реконструировать, что нужно доработать, что нужно сделать. Мы сейчас в активной фазе подготовки этих документов, мы работаем совместно с руководителями этих организаций, этих санаториев, готовим им документы и выписки из генплана, и кадастровые карты, кадастровые схемы. Скоро это все начнется. А тем временем мы готовим, как я как-то уже упоминал, нашу дорожную карту стратегического развития города, сейчас работают фокус-группы, в частности, сегодня будет заседать, уже финальное будет заседание в этом году, фокус-группы экономика, где мы также прорабатываем вопросы, которые будут параллельно идти с созданием Всероссийской детской здравницы и создавать для этого условия и инфраструктуру. У нас был прекрасный курортный сезон, мы впервые победили полностью в курортной зоне города всю незаконную торговлю, недавно снесли у нас незаконные объекты в курортной зоне также. Расскажите, будут ли работать в этом направлении в следующем году? Конечно, мы отладили, действительно, именно в этом году удалось отладить механизм по наведению порядка в незаконном размещении малых архитектурных форм. Мы сносим сейчас и крокодиляриум, и дом-перевертыш, которые незаконно разместились в курортной зоне. Ну а с мелкими объектами мы справимся еще быстрее. Спасибо вам большое, Кирилл Александрович, за интересную беседу, за то, что так рано к нам приехали. Хороших вам праздников! Взаимно, Настя! Спасибо большое! Пока что передаю слово Симферополю. Коллеги, какие успехи в вашем городе? Большое спасибо, Анастасия. Я напомню, что с нами на связи был наш Евпаторийский филиал.